Всем привет, мои дорогие, мои подписчики, любимые девочки и мальчики. Как всегда, я с утра на моём рабочем месте, вы не удивляетесь. Для меня поставлена цель, и я иду к ней. И мне в очередной раз пришёл инсайт. И я хочу с вами поговорить на одну тему, о том, как к женщине построить серьёзные отношения во время знакомства. Что она должна делать, что она должна знать при этом. Почему мне вдруг пришла эта идея? Потому что мне многие мои девочки постоянно пишут, спрашивают, вот новые знакомства завязались, как поступить мне в этой ситуации, чтобы не наступить на прежние грабли. И, прежде всего, я выслушиваю, что между ними, какие отношения, когда познакомились, что из себя представляет себя этот мужчина, хорошо ли она и узнала его, то есть получила от него всю информацию. И только после получения нужной информации я могу что-то посоветовать. И, в общем, хотела бы вам сказать, что если вы знакомитесь в социальных сетях с мужчиной, к сожалению, в Фейсбуке ничего хорошего вас не ждёт, потому что там одни альфонсы сидят в основном. Альфонсы, неудачники и обманщики, можно так сказать, тоже их назвать. Я советую всем обратиться в сайт, хотя я никогда им не пользовалась, Тиндер. У меня с каждым днём всё больше знакомых, которые познакомились именно на этом сайте. Я могу просто... Уже пять человек есть таких, которые действительно нашли и построили серьёзные отношения или вышли замуж. И, конечно, можно, когда вы регистрируетесь там, то можно пользоваться и бесплатной функцией, но когда вы что-то оплачиваете, вы даёте, вы сеете кармические семена Вселенной, вы можете воспользоваться фильтром, указать страну, возраст, в общем, всё вы можете указать, и к вам не будет приходить весь мусор. И там есть, несомненно, и любители халявы, такие же, как и на Фейсбуке, в соцсетях других, такие тоже мужчины есть. Но вы уже можете право выбора на того человека, который вам действительно интересен. И очень много процентов, что вы можете найти серьёзные отношения и выйти замуж. Мужчина, который платит, пользуется платной функцией, он хочет построить серьёзные отношения. Не забывайте. Те обманщики, они хотят всё на халяву. Допустим, попался вам такой мужчина, и что вы должны делать? Как оформить профиль? Это всё уже вы сами знаете. Какие фотографии вы ставите, какую информацию записать? Вы сами должны это всё делать. Я вам не могу посоветовать, потому что я там не была и не представляю, что это за сайт. Но как начинать общаться с мужчинами? Во-первых, мужчина, который серьёзно посмотрит на вас, будет вас проверять. Да, понадобится, может, не одна неделя, но вы наберите терпение. Раз вы столько времени ждали, то уже построите свои отношения сами. Всё зависит от вашего терпения, сообразительности. Могу вам сказать, что тот мужчина, который серьёзно настроен на женщину, он будет в неё вкладывать деньги. С первых дней вашего знакомства вы поймёте, что он из себя представляет. Жадный он, какие у него мысли, какие соображения. Всё судите о его переписке. Во-первых, нужно сначала узнать мужчину хорошо. Всё спрашивать сначала. В каких он отношениях разведён или с семьёй? Есть ли у него дети? Сколько лет детям? Где он живёт на съёмной квартире? Есть ли у него долги? Вы не думаете, что он вас осудит, что вы меркантильная, за деньги спрашиваете. Нет. Это в порядке вещей. Вот когда вы это всё узнаете, он поймёт, что вы не хотите. Такие просто мимолётные отношения. Вам нужно серьёзное. Вам нужно знать, с кем вы будете жить и на что рассчитывать. Как у вас будет в дальнейшем складываться отношения, вы это заметите с первого знакомства. Во-первых, вы должны узнать, кем он работает, где он работает, сколько он получает, есть ли у него долги, ещё раз повторюсь, что он любит, какие у него интересы, почему он, допустим, разведён столько лет. Вы сами поймёте, это бабник или не бабник. Если он будет вас просить интимные фотографии, сразу блокируйте. Это ненормальный больной человек. Бывает такое, что они просят, и всё. Если вы находитесь в одном городе, и этот мужчина сразу же после первого вечера знакомства приглашает вас на свидание, в очень переполненное место, в дневное время дня, это уже говорит о том, что у него что-то нечисто. Почему? Потому что нормальный мужчина на второй день не будет вас приглашать. Это он спешит, у него появился, видно, очередной интерес, очередная женщина, которую он хочет опознать побыстрее, и поэтому он делает эти предложения, встретиться быстро. Так, теперь, что касается переполненного места, где там никто его не узнает, и он, если кто-то его знает, он скажет, что знакомая просто сели в кафе, кофе попить, и всё. Это тоже мне не нравится. Третья причина то, что он говорит в дневное время, да. Можно встретиться первый раз в дневное время всё-таки, но нормальный мужчина, серьёзный, он пригласит вас в кафе, красивое пригласит, ну, чтобы показать себя, знаете, как он должен сделать жест такой вот. Вот, чтобы делать жест, нужно подготовиться не спонтанно в центре, где не надо цветов женщине, где всё так дёшево, можно это организовать, знакомство. Поэтому не спешите соглашаться сразу же в попыхах. Это ни к чему хорошему не приводит. Бывают даже такие случаи, когда мужчина говорит, мы должны встретиться завтра, потому что послезавтра у меня очень насыщенный рабочий день, и я не смогу. Нет, мои дорогие, мужчина должен подстраиваться под вас, а не вы под него. Вы должны ему ответить резко «нет», сказать, что мне нужно время, я не готова пока встречаться с тобой. Если он скажет, ой, нет, я тогда не хочу, поверьте, что это не ваш мужчина, это не ваш. Вы очередная для него кукла, игрушка. Девочки, я столько наслышалась историей в жизни, что выучила психологию турецких мужчин, никогда не ошибаюсь. Ещё мне помогает в каких-то вопросах со стороны мужчины мой муж. И мы тогда только отвечаем нашим подписчицам, которые попадают в какие-то такие затруднительные ситуации, и они выигрывают. На что вы должны ещё обратить внимание? Если только мужчина с вами переписывается, а не выходит на видеозвонок, вы позвоните ему сами и поймёте, в каких-то отношениях он состоит или нет, вообще женат, и как проверить. Вы же познакомились в Тиндере, и не можете понять, как и что проверить его. Чтобы проверить мужчину, звоните ему на видеосвязь, если вот у вас такие уже хорошие отношения, но он ни разу с вами не поговорит по видеосвязи. позвоните ему после 10 вечера. Ну, можете позвонить и после 6 вечера поговорить, если он сразу ответит. Прямо сразу, если он ответит, они скажут, что я тебе перезвоню. Это уже хорошо. Позвоните ему в 9 часов вечера, просто так, если он скажет, почему ты звонишь, друг? Хотела пожелать тебе приятного вечера. То есть звоните, неожиданно звоните, позвоните ему с утра, если он говорит мне с утра на работу, а вы позвоните, пока он зубы чистит, проверяйте его. Если мужчина не будет отвечать вам или скажет, я занят, перезвоню, или разозлится, почему я звоню в такое время, у него друзья, это говорит уже о многом. Или у него какие-то отношения есть с женщиной незаконченные, или он просто очередной раз хочет подружиться и никому не рассказывает, допустим, своим друзьям о вас или о своей семье. Или вот сами смотрите. Но бывают и такие случаи, когда турецкие мужчины знакомят вас активно со своими друзьями, с мамой по телефону, с семьей. Это тоже ни о чем не говорит. Только просто поприкалываться. Когда мужчина пригласит вас в кафе на кофе, и вы, естественно, с ним не пойдете дальше никуда, а вернетесь к себе домой, когда вы покажете, что вам нравится внимание. Ну, какое-то проявление от него внимания вы должны благодарить, как будто он в сто раз больше вам сделал. Вы понимаете ценность? Вы должны ценить те отношения, в которых пребываете. Если вам человек принес букет цветов, да вы возьмите от счастья, поцелуйте его, можно, ничего страшного. Вы так выразили благодарность. Скажите, что я мечтала о таком мужчине, который будет дарить мне цветы. Можете проговорить. Или, ой, мне так приятно. Откуда ты об этом знал? Или как ты догадался, что я люблю цветы. Допустим, на кофе позовет, да, и предложит вам не только кофе, а что-нибудь покушать. Ой, спасибо тебе большое. Говорите все время спасибо. То есть он и вас одновременно проверяет, и вы его одновременно проверяете. Самые главные правила – не идти с мужчиной после первого свидания и в течение месяца, даже в течение месяца на интим. Вы можете так обменяться поцелуйчиками, там, пожатием руки, но не на интим. Когда вы находитесь рядом с мужчиной, вы должны смотреть только ему в глаза, а посторонних мужчин вы не должны через себя сканировать, вообще не замечать. Если мужчина познакомит вас со своим другом, вы не должны смотреть в глазки его другу, это ему не понравится. У него сразу уйдет к вам доверие. То есть вы, когда поздоровался, здрасте и все, и смотрите на своего мужчину. Когда он будет вас знакомить с другом, рассказывать про него, вы не замечаете друга. Познакомились, познакомились. В разговоре эта проверка, поверьте мне, я прошла через это все. Когда вы даже выходите на улицу, идете вы, вы тоже не должны смотреть на мужчин. Вы должны смотреть в глаза своему мужу, слушать его. Вы не должны никого замечать. Вы можете посмотреть на женщину, если вам хочется. И, естественно, делать то, что вашему мужчине приятно. Если у вас знакомство перешло на более такое серьезное отношение, ваш мужчина души вас не чает, постоянно с вами, предлагает помощь, сочувствует. И знаете что? Мужчина должен спрашивать, интересоваться не только о вас, а должен интересоваться о вашей семье, о вашей маме, о ваших детях, если у вас есть. Мой муж с первого дня, его интересовали мои дети, внуки, мама, друзья. То есть мужчина смотрит так же, если вы пришли с друзьями, со своими знакомыми, как друзья относятся к вам. Если они хвалят ему, это может произвести наиболее, больший эффект, чем вы с ними сам поговорите. Мой муж, когда мы начали знакомство, он поговорил с моей, одной подружкой, и она сказала, ты не представляешь, как она тебя ценит и любит. Не дай бог, ты ей причинишь боль, это будет очень нехорошо с твоей стороны. И на него это произвело такое впечатление, и он видел всех моих подруг, даже когда мне не было с ним рядом, допустим, он приходил к нам в это кафе, я была занята, или что, они там внимание уделяли, и ой, Света, 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 они все время хвалили, не то, что я просила, просто я сама по себе такой человек, отзывчивый, понимая дружбу, могу скрыть секреты, и люди доверялись мне, поэтому для мужчины главное, какого мнения о тебе, твои друзья и подруги. а вы сами уже взрослый человек, понимаете, какие друзья вам нужны, от человека можно сказать по его друзьям, какие у вас друзья, такой вы и сам человек. Еще что могу добавить, вот все такие основные правила, которые бы я хотела с вами поделиться, я уже так сказала вам, и ни в коем случае, девочки, еще раз затягивайте с вашим знакомством, не бегите сразу на встречу, не указывайте причиной, что у вас дело, у вас встреча с подругой, у вас урок какой-то, или вам детей надо куда-то отвезти, нет, вы должны знать себе цену, вы должны говорить ему, что я пока не готова для встречи с тобой, мне нужно тебя изучить, а на этом мне нужно времени. Ну и что, что ты занят будешь через день, через два, через неделю, я никуда не спешу. Покажите, что вы достойная женщина, что вы серьезно рассматриваете каждого претендента на знакомство с вами, и вы не хотите, с кем попало, идти и афишироваться на весь город. Запомните, все вокруг люди, все видят и замечают, найдется очень немало людей, недружелюбных, которые захотят вам навредить. это вам не нужно. И когда вы, еще пришла идея, когда вы знакомитесь с мужчинами, если мужчина будет спрашивать вас о прежних отношениях, с кем ты общалась, а какие у тебя были отношения, а какое у тебя что было, это нехороший признак. нормальный мужик не спросит, как вы жили, с кем вы жили, и что было у вас раньше. И вы никогда в жизни не говорите, не рассказывайте про своих бывших. Запомните это раз и навсегда. Ну и, конечно, никаких интимных фотографий, никаких интимных звонков. Вроде бы говорят, я соскучился по тебе, сколько времени я тебя не видел, когда мы с тобой встретимся, вот чтобы я не пошел вдруг на другую женщину, покажи мне что-нибудь свое замечательное, красивое. Девочки, вы себе навредите и поставите сразу, вы опуститесь в глазах у мужчины, как бы он вас в тот момент не просил исполнить его желание. Ни в коем случае, не думайте, что вы его завлечете, он найдет ту, пойдет той в следующий раз, которая ему ничего не покажет и не даст. Вот такие вот у меня советы к вам. Надеюсь, может, будут какие-то вопросы еще. Задавайте, пишите. Я буду очень рада ответить. Хочу просто предупредить вас, девочки, не торопите события. Ваш мужчина от вас никуда не убежит. Торопятся те, которые хотят вами поиграться. Нормальный мужчина будет вас ждать. Он подготовится к вашим отношениям серьезно. И прошу вас, не наступайте на одни и те же грабли. Не доверяйте с первого знакомства, с первого вечера. Знайте себе цену. Приятно было с вами пообщаться. И мне так хорошо. А я пошла продолжать возвращаться. Я где-то нахожусь. Нахожусь. Покажу сейчас вам, где я нахожусь. Где я нахожусь? Еще не дошла. А, дошла до Кипы. Кипа – это сарай парки. Ну что, надеюсь, я вам сегодня понравилась. Мои морщинки вы тоже любите. А то столько написали, что я постарела, что я изменилась. Но 50 скоро будет. Я ботокс не буду ничего делать. Я естественная. Губки естественные, все естественное. Может, бровки сделаю, жду свою. Бровистку, которая должна приехать. И спасибо тем, кто старается как-то меня поддержать и не обидеть. Все-таки, когда читаешь, да, вы страшная, вы там то, все. Это неприятно. Я, например, никогда человеку это не скажу, если я действительно его ценю и люблю. Ну, спасибо вам за все. За то, что вы смотрите меня. Спасибо за просмотры, подписки, лайки. Пока-пока. До новых встреч. Наконец-то купила я индейку. То, что искала. Вот это стоит 20 лир на покупку. Сегодня вот сделала такую закупку. Печенка. Она со скидкой. Пупки. Еще печенка. Кофе вот такой. Я люблю девочки, мальчики. Турцы. Очень вкусный кофе. Купила себе на салат перепелиные яйца. Курицу купила. Йогурт. Такой форм чай купила. Это все стоит 150 лир. Сейчас буду кормить мужа. Какой красивый я себе приготовила салат. И как цезарь, да? Чуть-чуть твердый сыр, помидоры, мята, вся зелень, лимончиком сбрызнула. И буду сейчас оливковое масло, можно. И буду кушать. Друзья мои, каким я новым рецептом научилась полезным. Посмотрите, какая красота. Это куриные сердечки, нохут, рядом нут и салатик. на вебинаре нас научили, что порция должна состоять из трех ладошек. Вот ладошка должна быть гарнира, ладошка салата и ладошка основного блюда. Мясо, может быть, может еще что-нибудь. Я решила сегодня приготовить вот такую еду. Столько времени занимает. Вы знаете, я просто вкладываю столько любви. Ведь это так эстетично, тем более у нас задания каждый день. Мы должны отправлять фотографии, мы должны отправлять снимки, как мы ходим, сколько шагов. Мы делаем вечером в нашей тройке отчеты. Это очень кропотливый труд и столько уходит времени на это. Кроме того, у нас есть свой чат, чат и платформа такая, где мы каждый день отвечаем на вопросы и выполняем задания. Еще и туда мы отправляем. Поэтому я пока сейчас в таком целый день с кем-то разговариваю, кому-то отвечаю, куда-то отправляю комментарии, задания. Это какой-то кошмар. Приятного мне аппетита. Буду кушать, не дождусь уже. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.